Павел говорил Тимофею, уча его, говорил о том, что вникай в себя и в учение. Говорил, чтобы он занимался с ним постоянной. И тем самым спасешь себя и слушающих тебя. Вы знаете, вот вникать в себя, я не знаю, вы пробовали, это вообще удивительно. Это наша привилегия христиан, вникать в себя. Человек простой, он себя видит таким вот хорошим, красивым, розовым и все вокруг с недостатками. И вот христианину, вот это слово Божье, еврею написано, которое есть меч обоюдоострый, куда там проникло, мы даже себе представить не можем. И разделило дух, душу, составы, мозги, все вот это. И Библия нам предлагает туда вникнуть. Я уже так проходил, слышал, что говорили про прокаженных в проповеди. И вот в конце, после этой 17 главы Луки, подошли после вот этой истории с прокаженными, подошли фарисеи. 20-21 стих, прочитаю. «Был же спрошен Иисус, был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Есть. Вот мы вникаем в себя, и там должно быть что? Царствие Божие. И вы знаете, что каждое царство, каждое государство, оно имеет определенное устройство. Там есть порядок. У нас сестры сейчас занимаются, там, мудрость, матерь и свобода, я не помню, но я так за своей женой подымался и услышал. Когда одна сестра говорит про своих взрослых детей, она говорит, сестры, вы поймите, я не могу вмешиваться в их жизнь. Это другое государство. И такие вот, ну, мне просто запомнилось, мне, чтобы туда войти, мне надо визу брать. То есть, ну, вот я так задумался, братья и сестры, в каждом есть Царство Божие. Царство Божие, суть в нас, оно там. И вот, мы так, бывает, порой, знаете, вмешиваемся в эту, а там есть Царь на престоле. Царство Божие, я хотел взять вот примеры, как раз уже тоже говорили, я Исофата и Ахава хотел в пример взять, брат уже вспоминал. Но перед этим я хочу прочитать, вот как относились к своему телу Петр и Павел. Такие вот, для верующих это нормально, для неверующих это, ну, вещи такие, которые, может быть, не совсем понятные. Это 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит, Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Но пока мы здесь на земле, Павел говорит о своем теле, ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина. Вот в этой хижине, да, он так тело свое называет. Ну, и Петр, я прочитаю примерно те же, такие же слова, это 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава, 13-14 стих. Петр говорит, знает, что скоро должен оставить храмину свою, как и Господь наш, с 13-го стиха. «Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Знает, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл нам». То есть, вот это отношение, вы знаете, вот я понимаю, что я живу в теле, и вот мысль такая, когда мы говорим о том, что есть борьба духа и плоти. И вот какую свободу нам дал Бог, если я был человеком душевным, то есть жил во грехе, и кому я повиновался? Мы сегодня утром вспоминали, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, мною, моей душой управляла плоть. Плоть мне говорила свои пожелания, или через нее кто-то более серьезный говорил. И что я делал, будучи рабом? Я и шел, и исполнял. И вот этот меч, который мы вспоминали, Слово Божие, он там все это разделил. То есть, Бог мне даровал свободу, и самую большую свободу, которую можно даровать, это свободу от собственной плоти. И теперь, ну, к римлянам Павел пишет, что грех не царствует, не господствует. Теперь что? Не плоть управляет, не мои желания управляют мной, да? А я имею возможность управлять своим телом. Куда я ему говорю, туда это тело и идет. Ну, вы вообще испытывали в себе такие вот желания, которые вы не можете победить? Ну, может быть, не сейчас, а когда были, жили в той жизни. Вот ничего человек сделать не может. Ничего. Рано или поздно оно начинает додавливать. Если молодые люди, кто связан с компьютером, я не помню такой вот, чтобы в зависимости от телевизора, еще от каких-то игр, какая есть на сегодняшний день, от компьютера. Это как пример. Я не против компьютера, у меня компьютер стоит. Я занимаюсь и готовлюсь на компьютере. Но какую он власть имеет, то телевизор отдыхает тот еще. Я помню, когда я пришел и вот сказали, ты свободен, Бог тебя освободил. Но я физически почувствовал, что какие-то камни, грузы, которые я носил, будучи спортсменом, я думал, что такая жизнь и должна быть. Вот такая она тяжелая, и надо под этим грузом ходить. Но только узнал, что есть свобода, когда Бог снял это все. Но с телевизором как раз вот братья Кличко поднимались, это их 2000 год, они так вот... И мне так интересно же было, оно же, ну, так я и не футбол не сильно, там, когда можно чемпионат мира. А вот тут я как раз так вот... И я сам себе думаю, что делать. Вот если я на самом интересном месте выключу его, то значит, я над ним верх имею. Если нет, я буду выносить его. Но вы знаете, Бог дал силы, выключил. Жалко, может быть, надо было вынести, стоит до сих пор. Вот. Но тем не менее, время от времени, братья и сестры, даже вот то, что мы говорили о компьютерах, да, попробуйте иметь власть над ним. Если не получается, то надо его просто куда-то... Ну, это я с любым говорю, с любыми вещами. У меня были такие, я люблю решать кроссфорды, и у меня на работе лежали японские, там надо зачеркивать такие, и я себе чай пью, бутерброд ем и зачеркиваю. Но приходит время, и я понимаю, что я уже хочу пить чай, потому что у меня там недочерканное осталось. И я его выкидывал, и оно год лежало, потом смотрю, уже оно меня не трогает, я его опять достаю. Ну, сейчас уже я не помню сколько лет, ну, какие-то другие, может быть, вещи, которые мы там... Нравится где-то, что бум, он пошевелился. Но смотрите, все мне дозволено сегодня вспоминалось, да, но ничто не должно обладать. Есть вещи, которые просто неполезные, да? Не все полезно. А есть еще вещи, которые могут нами обладать. Мы опять попадем... Павел говорит, стойте в свободе, которую вы получили. Опять не подвергайтесь игу рабству. Но вот сама вот модель строения человека, да, что наша душа, та, которую Бог сотворил по образу, подобию своему, та, которая будет жить вечно, она находится в хижине, в этой храмине до времени. И душа имеет власть над этим греховным телом и может управлять. Кто управлял автомобилями, тот знает. Я смотрел фильмы, самому, слава Богу, не доводилось быть в невуправляемом автомобиле. Но когда автомобиль неуправляемый, чем обычно заканчивается? Катастрофой. И вот так вот порой Бог нам даровал свободу. Когда мы эту свободу теряем, чем это закончится? Корабли крушением. У нас есть направление, совесть нам говорит, направление нашего движения, совесть, которую Иисус очистил краплением крови своей. Но если мы ее отвергаем, не прислушиваемся, то мы становимся неуправляемыми. И в конце концов, имея веру, мы в вере потерпим кораблекрушение. Вот два вот этих царя действительно, что управляли, это были цари. Об одном говорится, что он нечестивый царь, другой Богу нравился, хотя у Иосифата тоже были ошибки. Ну, хочется сказать о том, что Бог не хотел, чтобы такое устройство было. Но если изначально еще от Адама, Бог вообще совсем по-другому видел все. Вот это общение Адама с Богом, и оно должно было вечно продолжаться. Разрушились эти общения. Адам согрешил, общения это с Богом разрушились. Он был изгнан, но Бог избрал себе народ, свой народ, в котором он хотел пребывать, жить, дал законы. Но и эта плоть она ослабила. Они смотрели на другие народы, и они не хотели, чтобы Бог их судил. Они выбрали себе при Самуиле, выбрали царя. Царь – это не Бог, это человек. Царя можно, мы будем здесь вспоминать про Ахава, его можно разжалобить, вводи в мое положение. Ты же понимаешь, нечем кормить мне, животных много кормить нет. Ну, пошел, наломал там в колхозе сегодня, мы что-то вспоминали. Я вспоминал. Кукурузы там или что. Ну, и какие-то действия. Можно объяснить, можно разжалобить. Бога нельзя. Бога не уговоришь, как Саул пытался, что да, зашли, заглядно, но какие же тельцы. Какие же тельцы, упитанные были в жертву. Это же то, что надо. А царь – ага. Он же по жизни будет нам обязан. Ну, то есть, я так понимаю, что мысли. Он там, там Саул говорил, я подумал. И вот эти два царя и устройство. Ну, мне особенно про Иосифата хотелось бы прочитать то, что уже когда он возвращался, возвращался после той истории, что произошла с ним и с Ахавом. Давайте, может, сначала про неприятное, про Ахава. Ахаву Бог тоже давал милость. Ну, вот Бог даже захотели царя, да, захотели царя. Бог поставил царя, но устройство этого государства, оно отличалось от других. Там были только цари. В израильском государстве был царь, у него были свои обязанности. И был кто? Священник. Петр называет нас, раньше не народ, теперь народ. Люди взятые у дел, и там такие слова – царственное, священство. Это вот, это то, что мы говорим внутри нас. Царство Божие, суть внутри нас есть. Это такое вот устройство, потому что я, как царь, должен что о своем теле делать? Попечение, заботу. Я должен его одевать, я должен его кормить. Но чтобы я не съехал такие вот слова, чтобы попечение о плоти во что не превратилось? В угождение, попечение о теле, чтобы не превратилось в угождение плоти. То для этого есть кто? Первосвященник, который имеет связь. Ну, это, я вам просто такое, это не обязательно так, я вам просто, чтобы было понятно вот устройство, чтобы заглянуть в себя. Так, если мой ум говорит, что мне сегодня надо это, 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 то мне надо еще обратиться к Богу, чтобы Бог благословил. Тогда это царство, оно будет стоять. Мы видим, начиная от исхода, как вышел народ, да, обращались к Богу, был порядок, Бог благословлял. Забывали Бога, никакой царь, никакой судья не мог их спасти и вывести на правильный путь. И вот царь Ахав, израильский царь, отложился себе отдельно, там, создал правильно, неправильно храм этот, там, священника где-то нашел. Но, тем не менее, смотрите, Бог его благословляет, на него вышел царь другой завоевать, да, и он молится Богу, спрашивает, и Бог говорит, я дам победу. Через кого? Через слух военачальников, даже не через военачальников, да, а через слух. Один раз был побежден Винодад, ему там наговорили, что это, это у них Бог, Бог-вор, и они в горах сильны, давай на долину. Второй раз. Третий раз. Бог выходит навстречу, но, смотрите, чем эта история заканчивается для... Бог дает победы. Вот в данном, ну, тут много читать, это 20-я глава вся описывается. Бог дает победы, да, но смотрите, как он уже поступает по своему усмотрению. Когда был этот Винодад завоеван, Винодад к нему подходит, ну, просто, и сказал ему Винодад, это 20-я глава, 34-й стих, и сказал ему Винодад, города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. И площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самаре. Ахав сказал, после договора я отпущу тебя, и заключив с ним договор, отпустил его. То есть, то, что надо было тебе в руки попало, заклятый царь, надо было истребить. Порой в нашей жизни то, что надо истребить, и мы в Библии таких историй читаем, даже когда входили в землю обетованную, народы надо было истребить, но не истребили. Одни обманули, там в старое оделись, мы издалека, мы не эти, нас, мы будем с тобой дружить. Мы оставили, обманулись, не вопросили Бога. Те дань обещали, те еще что-то, и было, было оставлено. И потом эти народы, сколько Израиль жил, и я думаю, что по сей день там такое же творится. Не знаю, я правильно показал, где там юг наш. Но тем не менее, это образ, Ветхий Завет, это образ для нас, для нашей жизни, как мы с этим воюем, как мы исполняем Слово Божье, которое прозвучало для нас. И вот он отпускает, потому что пришел, и я тебе отдам, то, что было у отца, отдам, и дам тебе пользоваться еще моим, если захочешь, на площади приходи. И он согласился. Но ему было, в конце был приговор 42 стиха, и сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, Богом, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. И отправился царь израильский домой, встревоженный, огорченный, и прибыл в Самарию. И 21 стих у него уже абсолютно человеческие, увидел виноградник на вуфея, захотелось ему, то есть дорога его пошла под откос. Не получилось, он расстроен. Ну, вы знаете, вот так я в себя всматривался, бывают в жизни такие ситуации, когда что-то захочется, да, а оно не получается. И где-то расстраиваешься, но благо, что кроме головы этого царя, который должен управлять и заботиться, еще есть и первосвященник у нас. Слава Богу. Которое лучшее место ему предоставлено, да, который освободил нас. Но у Ахава этого не было. Царь был, я думаю, что царь был не слабый. Мало того, если он, ну, взывал к Богу, спрашивал, то он и Бога знал, ну, из израильского народа. Но поступки его и шли, и он огорчился. Жена тут под боком сразу посоветовала как. И все, это пошел его крах. И, ну, закончилась, вы знаете, чем его жизнь. Бог его приговорил к тому, что он так поступил с Навуфеем. Пролил кровь, так и его кровь будет пролита. То есть, это путь фактически, если мы будем прислушиваться своего разума, своего, может быть, жизненного опыта, этот путь будет в никуда. Конец его будет плачевным. Это Библия говорит. И много еще мест, которые говорят об этом. И вот, хотелось бы прочитать про Иосафата. Хотя, я уже говорил, Иосафат тоже делал ошибки. В частности, он и с Ахавом там заключал, мы уже сегодня слышали. Но, тем не менее, вот, когда он услышал, он из этой истории с Ахавом, я уже буду читать вторую Паралипоминон, и, может быть, чуть-чуть там оно, как бы, поисторически, чуть назад. Иосафат с этой историей, в которую они попали, два царя, он вышел. И 19 стих говорит, после тех сражений, там, чудом он спасся, на него охотились, потому что он был в царской одежде, а сказано было, никого не трогать, только поражать царя. И ошибочно пошли на него, но отвел Бог от него эту беду. И 19 стих, 2 Паралипоминон. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой». Это Иосафат, который совершил ошибку, и выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? «Зато на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу Богу отцов своих». Вот это такой момент в его жизни. У него есть царство, но опять-таки мы его так образно взяли, что царство внутри нас. А Павел сказал, вникай в себя и в учение, и с ним постоянно занимайся. И вот когда услышал Иосафат эти слова, смотрите, пришло время, и Иосафат, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой. И смотрите, что делает Иосафат. С 5 стиха, 19 глава, 2 аппарат Липоменон. «И поставил судей, я до конца эту главу дочитаю, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе. И сказал судьям, смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда. Итак, будет страх Господен на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме поставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам. И возвратились в Иерусалим. И дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом. И не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник над вами, во всяком деле Господнем. И Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь добрым. И будет Господь добрым. То есть Иосафат восстанавливает вот то царство, вот ту государственность, которая уже при всех этих отступлениях от Бога, Бог пытался сохранить. Когда ставили царя, то через Самуила было сказано, чтобы Бога не оставляли. Если будете искать, и Иосафату было сказано, и еще царям, что если будете искать Бога, он даст себя найти. Если оставите его, он оставит вас. То есть это слова, которые звучат для нас. И время от времени нам надо проверять свою жизнь, ставить на место, где первосвященник, где царь, кому какие задачи. Но то, что Иосафат сказал, оно звучит для нас. Но имейте страх Божий, потому что Бог, он нелицеприятен. Он взятки не взаимец, взятки не берет. Ничем ты его не подкупишь. Можно вернуться к Саулу, когда Саул посмотрел и думает, жертвы такие хорошие. Иногда и верующие, я не знаю, у нас, я надеюсь, что нету, но иногда люди жалуются, что вот пошел в церковь, ворует там или грабит, а потом пошел, жертву принес, и все, что Бог ему простит. Я говорю, я не знаю, я не Бог простит. Если с искренним сердцем и не будет больше этого делать, то он простит. Но порой люди, которые идут это делать, жертву принести, думают, что Бог вот, ну, я что-то принес, что-то сделал, да, и Бог как-то будет по-другому относиться, ничего подобного. Иосафат говорит, имейте страх Божий. Бог не берет мзду, ему не надо, ему не надо наше, а ему нужны мы, чтобы мы были послушны, чтобы у нас был порядок. Вот эти слова, но мы так, может быть, много говорили, да, и там эта вся расстановка и царь, и первосвященник. На самом деле в Новом Завете и для нас все намного проще. Мы склонились перед Иисусом, который есть ходатай, умилостивление перед Отцом. Попросили Его. Такие простые слова я часто по телевизору слышу, когда призывают. Вот много передачи к покаянию. И попросите Иисуса войти в ваше сердце. Действительно простые, братья и сестры, простые слова. Когда я чувствую, что что-то где-то не так. Мы знаем, когда мы где-то сходим с пути. Может быть, надо было так поступить, а я смолодушничал, по-другому поступил. Мы это знаем. Имея совесть, да, она подсказывает. И вот где-то такие вот моменты. Просто смириться под Богом, стать перед Ним и просто признаться. Я не так сделал. Достаточно. Не надо там размышлять, сколько мы сейчас говорили, кто где должен стоять и кто чем должен управлять. Кто жертвы приносит. Саула обвиняю. Он не тем занялся. Он как царь должен был за одним смотреть, а жертвы должен был другой приносить. У нас все намного проще сейчас. Есть Иисус Христос, начальник и совершитель веры нашей, к которому мы можем идти, на которого мы можем взирать. Это простота, я когда уже вспоминал про неверие, то, что Павел говорил о неверии. В неверии. По неведению в неверии, там, может, сейчас точно не передам. Он гнал церковь. Вот та простота учения, которая тогда началась, Павлу пришлось отучиться много. Он много знал. Он учился у ног Гамалиила. Много ему было открыто. И он за свою веру стоял. Он говорит, я с чистой совестью боролся. Присутствовал при убиении Саула. Сегодня вспоминали про Саула. И это все потому, что он не мог поверить в ту простоту, что не надо столько жертв, не надо там всего этого ритуала выполнять, а просто прийти к Иисусу и сказать, прости и принять его. Все. Но и хорошую вещь он сказал, когда встретился с Иисусом, пережил эту встречу. Он говорит, я не стал советоваться с кем? С кровью и плотью. Царство Божие, суть внутри нас есть. Внутри. Моя душа, когда слышит Бог, она не должна советоваться. Телу хочется полежать, телу еще чего-то, еще, еще, еще. И это еще, оно никогда не закончится. У ненасытимости близняшки. Давай, давай. Этому конца не будет. Но Павел говорит, я не стал советоваться с кровью и плотью. Петр, который ходил, когда ответил на вопрос, за кого меня народ почитает, сказал, что ты сын Бога живого, ты Христос, ты Мессия, ты послан спасти мир, ты Мессия. На что Иисус ему ответил, что не кровь и плоть тебе это открыла, не ум твой. Может быть, хороший царь. Это единственный царь, Давид, который, я говорю, это новозаветний персонаж, который с Богом общался, был близко, и царем был. Хотя тоже, когда он не занимался тем, чем надо было заниматься, у него были тоже отступления. Когда надо было идти, когда все цари шли на войну, он себе по крыше. Уже все было настроено, все отточено, все было сделано. Войска там вышли, обходы делают, военачальники на своем месте. И у Давида, пожалуйста, ты можешь посвятить чуть-чуть времени себе, прогуляться по крыше. И что после этого последовало? Падение. Братья и сестры, это для нас назидание. Назидание для нас. И Иисус похвалил Петра, что Отец мой Небесный открыл. И через, я не знаю, сколько по времени, но три строчки, четыре, сколько там, два стиха прошло, и Петр говорит другие слова, а уже ум говорит. А ум не знает Божьего, братья и сестры. Ум говорит, пожалей, Иисус ему говорит, что должно мне все, умереть, потом воскреснуть. Он, пожалей, не будет с тобой такого. И все. И что ему Иисус ответил? Буквально чуть-чуть, отойди от меня, Сатана. То есть, через наш ум, может нам подавать вот такие вот вещи сам Сатана. Я не думаю, что мы там выше Петра или лучше. Братья и сестры, пускай Бог нас благословит, чтобы Царствие Божие действительно было внутри нас. Чтобы первосвященник, царь царей, ему там было самое достойное место. И еще раз напомню, то, что Павел говорил к римлянам, грех да не царствует в нашем смертном теле. Тело смертное, душа вечная. И душа не обязана нашему телу. Тело должно подчиняться душе. Пускай Бог нас благословит. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин